Бизнес, экономика, история, культура. Через призму более 15 лет жизни в Поднебесной. Китай с Евгением Колесовым. Мы с вами находимся у гостиницы Юэсио, это центр Гуанчжоу. Здесь скоро состоится очень важное культурное, возможно, и историческое событие. Господин Медведев, генеральный консульт Российской Федерации, подарит провинции Хайнань бюст Гагарину. Это будет первый на юге, но, я уверен, не последний бюст. Мы с вами посмотрим за этим процессом. Здравствуйте. Александр, здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Юрий Ильич, здравствуйте. Через несколько минут в этом зале будет подарен бюст Гагарина провинции Хайнань. Вот у меня здесь приглашение, которое выдали генеральному консулу, господину Медведеву, на это мероприятие. И в нем говорится, мы приглашаем вас принять участие в церемонии вручения в качестве представителя Российской Федерации, а также стать свидетелем этого знаменательного события. На церемонии также будут присутствовать руководители провинции Хунань и Хайнань. Представляете, насколько ценят китайцы то, что мы им дарим бюст Гагарина. Это ведь хорошая тенденция. Они сейчас все увидят и начнут сами просить. И мы будем с легкостью их устанавливать. Вперед. Сегодня бюст Гагарину будет дарить наш генеральный консул в рамках инвестиционного форума, который проводит администрация провинции Хайнань, восточных Гавайев, как вы знаете, уже давно облюбованных нашими туристами. Масса инвестиционных проектов. Сегодня здесь порядка 400 человек. Это представители различных провинций Китая, которые увидят, как мы будем сегодня дарить бюст Гагарину. И, возможно, это вызовет у них интерес. Поэтому перспективы установки Гагарина по всему Китаю сейчас становятся очень реальными. Бюст, который мы будем устанавливать, уже китайцы приготовили. Вот он здесь стоит. И после торжественных речей наверняка он будет открыт. Посмотрим, как все будет происходить. На официальной части подписываются также меморандумы. У меня за спиной вся администрация провинции Хайнань. Сюда уходят руководители крупнейших предприятий Гуандуна и Хайнань для подписания совместных документов. За спиной стоит вся администрация, как гарант, что договоры будут исполняться. После торжественных речей Российская Федерация в лице генерального консула господина Медведева вручила китайской стороне бюст Гагарина. Китайцы подарков очень обрадовались. Николай Николаевич, сегодня установили бюст Гагарину. Как вы считаете, насколько это инициатива, своевременная и полезная? Ну, инициатива своевременно вообще в контексте наших двусторонних отношений. Я не знаю, насколько актуально на самом месте, сколько на канале, когда строите космодром, вот там, будет самое лучшее место поставить по Гагарину. Но там, наверное, можно сделать это еще раз, а так, для двусторонних отношений с Российской Федерацией. Как вы считаете, если перспективы установить в других городах провинции, и если да, то где? Я думаю, сейчас мы, потому что у нас там и перейти хорошие отношения во всех городах, во всех столице. Хорошо. Спасибо большое, дорогой. Спасибо большое. Вы знаете, что вы купили в Гагарине, начали в Гагарине. Например, напоминcer aos джошwn SARF это очень важно дали ей для emergency мероприятия, для форекс руководства свои взаимодействия в культуре Gurlin жить и Genie, главный основа для изучения джошт- парка И surprised. Ну что, сейчас уже начинает строить? Мы так предоставили на сегодняшний день, а теперь мы сейчас все строили строительные, все строители, все строители. Что делать в этом направлении? Главное, что мы предоставляем, мы предоставили в районе 141-150 тысяч. И вот в этой стране мы предоставили в нем, а в России. Мы сейчас, я думаю, что мы сейчас все строители, но мы надо снижать в России много сообщества. В рамках презентации Дома, посвященные знаменитым деятелям русской культуры, писателям, поэтам, композиторам, художникам, скульпторам, артистам. Они будут не мемориальными музеями, но дачами, каждую из которых можно, в общем-то, заселиться и русским туристам, иностранным, и китайским. И китайцы планируют здесь все это сделать в самобытной такой культуре, чтобы у каждого дома был свой творческий дух. Например, дачи Пушкина, Толстого, Чехова, Достоевского, Чайковского, Станиславского, Галины Улановой и многих других будут все не походить друг на друга. Представляете, китайцы рассматривают Хайнань как одно из важных и перспективных направлений привлечения российских туристов. Вы помните, как 15 лет назад начиналось, когда Хайнань был еще закрыт, а теперь он все больше и больше притягивает россиян. Делается все для того, чтобы наших туристов было больше. Вы знаете, отгремели фанфары, народ уже расходится. Что самое приятное? Как говорят китайцы, дорогу осилит идущий. В Пекине уже стоит один бюст Гагарину. В общем-то, его установка была очень скромна. Не то, что здесь. Гуандунское телевидение, телевидение провинции Хунань, Хайнань. В общем-то, общий охват 220 миллионов. Представляете, и на этом фоне мы презентовали бюст Гагарина. Мне кажется, это огромный успех. Я думаю, что та инициатива, которую поддерживает очень здорово и решительно наше консульство, и лично генеральный консул Российской Федерации в Гуанчжоу, господин Медведев, она увенчается успехом. Мы все-таки установим много бюстов Гагарину.